История развития законодательства свободы совести в России, насколько она продолжительная, то есть вообще откуда всё? Нашу страну нельзя сравнить ни с какой другой страной мира. И мы можем сказать, что к началу уже 19-го столетия Российская империя становится многонациональной и многоконфессиональной. То есть празилитизм не то, что не приветствовался, он наказывался, причём очень строго, вплоть до каторги. В чём польза для государства, для общества от свободы религиозной? Ни один человек, ни одно государство не имеет каких-либо права покушаться на свободу совести. Приветствую на программе «Возрождая Россию». Сегодня у нас в гостях человек с очень большим количеством должностей. Олег Юрьевич Гончаров, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации, член Общественной Палаты Российской Федерации и генеральный секретарь Российской Ассоциации Религиозной Свободы, пастор Церкви Христиан-Адвентистов 7-го дня. Здравствуйте, Олег Юрьевич. Здравствуйте. Поскольку одна из ваших должностей — это генеральный секретарь Российской Ассоциации Религиозной Свободы, то, наверное, имеет смысл в первую очередь поговорить о религиозной свободе у нас в России. Сначала, наверное, нужно дать определение, что это такое. Религиозная Свобода. Но это определение дать нетрудно, потому что оно отражено в тех нормативно-правовых актах международных, которые общепризнаны, общеизвестны. Это, прежде всего, декларация, Всемирная декларация прав и свобод человека. Там написано о том, что свобода совести заключается в том, чтобы получать свободно, иметь и распространять информацию о своем мировоззрении, о своих убеждениях. И в этом тоже, в общем-то, заключается религиозная свобода, когда мы можем свободно получать информацию о той или иной религии, свободно исповедовать ту или иную религию и распространять свободно свое вероучение. То есть вот в этом заключается религиозная свобода. Свободно действовать в соответствии со своим религиозным убеждением. Насколько я понимаю, эта свобода закреплена в том числе в законах Российской Федерации. Да, конечно. У нас прежде всего в Конституции Российской Федерации закреплена свобода совести и вероисповедания. То есть как право свободно иметь, получать, распространять информацию о своем учении, исповедовать свою религию. Потом у нас есть закон о свободе совести и религиозных объединениях номер 125. Это федеральный закон, основной, который регулирует как раз право отношения в сфере религиозной свободы, деятельность религиозных объединений. Ну и существует больше ста, наверное, может быть даже и несколько сотен различных нормативно-правовых актов, других законов, которые тоже касаются сферы, связанной с реализацией права на свободу совести. Например, закон о образовании. Там есть нормы, которые призывают уважать право на свободу совести при получении образования. Об альтернативной службе, к примеру, тоже есть закон, позволяющий верующим заменять воинскую службу на альтернативную. Собственно, есть закон о воинской службе, там есть нормы, касающиеся права военнослужащих на свободу совести. Во многих законах, гражданский кодекс, естественно, в нашей стране тоже, там есть нормы, касающиеся деятельности религиозных объединений. То есть их очень много таких нормативно-правовых актов. Но основной закон, конечно, это закон о свободе совести религиозных объединений, который регулирует. Ну и Конституция, статья 28, которая устанавливает равенство религиозных объединений перед законом, предоставляет свободу религиозную в нашей стране. Это основополагающий документ. Мы, конечно, на Конституцию ориентируемся. Все законы должны у нас подчиняться Конституции нашей страны. Слава Богу, что она у нас есть и что она гарантирует нам право на свободу совести. Ну, вообще история развития законодательства в этой области, в области свободы совести в России, насколько она продолжительная, насколько она самобытна. Ну, то есть, наверное, в мире тоже есть какие-то определенные, ну, можно сказать, даже, наверное, стандарты на сегодняшний день. То есть, вообще, откуда все? Ну, вы правильно сказали, что она как бы самобытна. У нас, нашу страну нельзя сравнить ни с какой другой страной мира. Ну, и не потому, что она самая лучшая, самая, значит, правильная. Не поэтому. Потому что, в принципе, каждая страна, она, в общем-то, самобытна, по сути, по своей. Ну, наша страна самобытная. Ну, да, и наша страна в том числе. То есть, в каждой стране есть своя история, есть свое понимание, в том числе и религиозные свободы. И в этом плане, конечно, Россия является уникальной страной. В нашей стране христианство, значит, сюда пришло это еще в 10 веке, где-то 988 год у нас, вот эта дата принятия крещения. Руси князем Владимиром. Отсюда отчитывается христианство в России с этой даты. Уже более тысячи лет наша страна христианская. Ну, и когда христианство было принято в России, то уже, в общем-то, во времена того же князя Владимира Святославовича начинают приниматься различные законы, которые регулируют жизнь и деятельность, ну, тогда православной церкви. Потому что тогда не было других религиозных объединений. Тогда была единственная православная церковь. Ну, и потом это все, конечно, развивается в течение столетий. И где-то, ну, наверное, вплоть до 17-го, даже вплоть до 18-го столетия российские законы в основном касались деятельности русской православной церкви. Как той церкви, которая, в общем-то, была единственной, наверное, в те времена на территории России. А вот уже где-то, ну, наверное, с конца 16-го столетия, 17-го столетия на территории России начинают свою деятельность другие религиозные организации. Ну, другие религии. Хотя, конечно... Ну, наверное, не начинают свою деятельность, а просто Россия их, все вот эти вот народы присоединяя к себе. Да, то есть Россия... Да, Россия начинает расширять свои территории, присоединять другие регионы, да, идет на восток туда вплоть до Тихого океана, расширяется эта территория. На западе это Прибалтика, вот, туда, значит, Белоруссия современная. На юге это страны исламские, там, значит, Средняя Азия, там, ислам. Ну, в Прибалтике там протестантизм, на востоке там буддизм. И вот, значит, в состав Российской империи входят народы, которые исповедуют эти религии. И мы можем сказать, что к началу уже 19-го столетия, ну, и даже уже в конце 18-го столетия Российская империя становится многонациональной и многоконфессиональной, или многополирелигиозной державой. То есть вот ценность этого мультикультурализма, поликонфессиональности уже понимали, ну, 200-250 лет назад. Ну, да, потому что если мы читаем историю России, то в отличие от колониальной политики, там, скажем, Англии, Франции, то есть, может быть, Германии, Испании, Россия, у нее другая была политика, ну, как бы присоединение новых земель. То есть, если колониальная политика подразумевала, что вот там захватывались, приобретались какие-то колонии, и в эти колонии насаждались свои порядки, значит, колониального центра, да, и искоренялась религия тех народов, ну, или там ущемлялась религия тех народов, которые завоевывали вот эти колониальные державы, то в России такого не было. В России, наоборот, когда вот присоединяли новые территории с новыми народами, то вот ту религию, те вероисповедания, которые эти люди придерживались, эти новые народы, вот, их как бы инкорпорировали вот в общую такую палитру вероисповедания империи, да, и, ну, не то, что поддерживали, но, во всяком случае, уважали, да, и вот интересно, что в XIX столетии по законам Российской империи, да, конечно, русская православная церковь занимала главенствующее положение, вот, но, тем не менее, представители, скажем, протестантизма, католицизма, ислама, буддизма, они тоже уважались государством, и даже представители, там, священники вот этих вот религий и конфессий, они даже в армии работали в качестве капелланов. В капелланской служении уже тогда было много конфессионального. Да, много конфессионального, совершенно верно, потому что служили же в армии в Российской представлении этих народов, которые исповедовали эти религии, и вот для того, чтобы удовлетворять религиозные нужды этих людей, там были капелланы разных конфессий. Ну и, собственно, и священники этих конфессий, они имели официальное признание от государства, некоторые даже получали определенные льготы от Российской империи, и, в общем, даже какой-то оклад, зарплату даже получали. Не слишком такая красивая картинка получается, но я понимаю, что в России не было такого, как это сказать, такой межрелигиозной борьбы, какая была, например, в Европе, но, тем не менее, определенные события в нашей истории тоже были. Ну да, я вам просто могу объяснить, в чем вот нюанс был, значит, вы просили изначально о развитии законодательства. Да, конечно. Я продолжаю отвечать на этот вопрос. Значит, в чем нюанс был того времени, времени Российской империи и понимания свободы и вероисповедания в Российской империи? Очень важный нюанс для нашего понимания. Дело в том, что каждая религия тогда была четко прикреплена к определенной нации. Вот, то есть, русские обязательно должны были быть православными. Допустим, буряты, там, буддистами, да, допустим, татары, мусульманами или, там, немцы, лютеранами, да, то есть, к каждой нации была привязана к той или иной конфессии, к той или иной религии. И очень строго власти следили, чтобы не было перехода из одной религии в другую, особенно, что касалось православия. То есть, из православия выход человека из православия и смена им его религии православной на какую-то другую вообще законами запрещался. То есть, празелитизм у нас не приветствовал. То есть, празелитизм не то, что не приветствовался, он наказывался, причем очень строго, вплоть до каторги. То есть, пожалуйста, если ты, там, скажем, принадлежишь к татарскому народу, ты, вот, у тебя есть муфтий, ты исповедуешь ислам, исповедуешь, государство было не против, тогда Российской империи никаких гонений не было. Но, как только, допустим, мусульманин решил стать протестантом и перейти в протестантизм, тут возникали проблемы очень серьезные у такого человека. Это не приветствовалось и даже, в общем, наказывалось. А если, допустим, ты православный, русский, и ты решаешь стать протестантом, то это было уже уголовно даже наказуемым деянием, за это, в общем-то, можно было получить и срок даже. То есть, это запрещалось. То есть, очень были такие вот рамки, строгая привязка к национальностям. То есть, это как бы были такие национальные религии. То есть, получается, что религии не притеснялись, различные конфессии, но, тем не менее... Запрещался вот переход вот этого, празелитизма. И поэтому, исторически, в нашей стране сложилось такое вот, ну, в мышлении наших людей, еще с тех веков сложилось такое отрицательное отношение к празелитизму. Или к, ну, как у нас говорят, к миссионерской деятельности сегодня, да? То есть, миссионерская деятельность всегда в нашей стране была разрешена только для представителей русской православной церкви. Ну, такое было вот мышление. Православные могли осуществлять миссионерскую деятельность, все остальные, они этого были лишены. Вот как ты родился, так ты и исповедуешь свою веру в том народе. Когда это изменилось? Значит, произошли изменения в начале 20-го столетия, когда Первая революция произошла в 1905 году. вышел манифест о свободе, о веротерпимости, манифест подписанный Николаем II, который объявил, в общем-то, свободу для того, чтобы человек мог менять свою религию, свое исповедание, свободу деятельности многих религиозных объединений. Ну, и потом, в 1917 году, уже когда произошла февральская революция, а потом октябрьская революция большевиков, религия отделяется от государства. После октябрьской революции, значит, 1917 года, декретом Ленина в 1918 году, он подписал, по-моему, в январе декрет, религия отделяется от государства, школа отделяется от церкви. И, получается, вот все эти прежние законы, которые были в Российской империи, которые сдерживали, значит, верующих в рамках их национальности, они отменяются. Теперь, в общем-то, каждый человек мог себе выбирать любую религию. Но тут другая проблема появилась. Когда к власти пришли большевики, они по своей цели поставили, вообще-то, уничтожение религии как таковой, потому что в соответствии с их пониманием, ну, может быть, так оно и было, учение Маркса, они считали, что религия – это опиум для народа, что это инструмент для того, чтобы эксплуатировать людей. И поэтому они сделали ставку, и Ленин, и потом Сталин, естественно, на искоренение религии. И мы видим, что в 20-е годы, ну, в 30-е даже, в 20-е более-менее еще свобода была, а вот в 30-е годы в нашей стране началась эпоха репрессий по отношению к верующим, которая потом то затихала, то снова, как говорится, разгоралась, там потом Хрущев еще, в его время была эпоха. Ну и, в принципе, вот эти вот преследования религии, как таковое притеснение религии в нашей стране, в советский период, они продолжались вплоть, наверное, до конца 80-х годов, до Горбачевской эпохи. И вот только с приходом к власти Горбачева и с объявлением им перестройки, особенно это в 1988 году, когда праздновалось тысячелетие Крещения Руси, уже появляется свобода деятельности для религиозных объединений, а в 1990 году меняется законодательство, сначала союзное, потом республиканское, и появляется то понятие о свободе, с которого мы начали нашу передачу. То есть это где-то 1990 год, 1991 год. Ну, то есть, вообще говоря, Россия припозднилась с принятием таких... Да, вот именно поэтому... Вы очень правильный вопрос задали, Валерий, потому что для того, чтобы понять, что происходит с религиозной свободой сегодня, нам нужно знать историю. Наша страна, вот у нее в этом уникальность истории, что у нас, в принципе, религиозная свобода существует в нашей стране еще даже меньше 30 лет формально, если вот брать... Ну, то есть в современном виде... Да, 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 да. Вот около 30 лет только мы имеем вот религиозную свободу. А до этого все эти периоды, они были так или иначе связаны с... Ну, с нарушениями прав верующих, с гонениями или там с какими-то ограничениями религиозной свободы существенными, как вот в Российской империи было. Ну, так может, это и хорошо, и правильно было. В чем ценность, практическая ценность религиозной свободы? Почему ее надо отстаивать? Вы знаете, это, конечно, неправильно. Почему? Потому что вот я, кроме того, тех должностей, которых вы назвали, значит, это общественные должности, но прежде всего, это самое главное для меня даже не должность, а призвание, это пасторское служение. Я пастор Церкви Христиан-Адвентистов седьмого дня. Я читаю Библию, я проповедую Евангелие. Это моя основная... Ну, это даже не работа, это мое основное служение, которое я несу. А все остальное, это уже прилагается к нему, вот эти все должности. Так вот, с точки зрения верующего человека, я оцениваю религиозную свободу как самый большой дар, который Бог дал человеку. Вот это основное, основной такой дар, основное качество, которым обладает человек, право своего религиозного выбора. Право выбора добра и зла. Право выбора, следовать за Господом или не следовать. Вот, это было дано человеку еще при создании, еще в Эдемском саду. И поэтому любое нарушение этого права, либо со стороны государства, либо со стороны общества, либо со стороны представителей других конфессий, да, или еще каких-либо людей, это уже я воспринимаю как отрицательный момент, и к этому плохо отношусь. Вот, то есть я считаю, что если Бог дал это право на свободу совести, свободу вероисповедания, то ни один человек, ни одно государство не имеет каких-либо права покушаться на свободу совести. Если оно это делает, то это приводит к печальным последствиям и для людей, и для общества, и для самого государства. Вот по поводу печальных последствий. Я, в общем-то, хотел свести немножко вот этот разговор в практическую плоскость. В чем польза для государства, для общества от свободы религиозной? Ну, в чем польза для, прежде всего, наверное, человека, да? Вот, если человек свободно может выбирать свое мировоззрение, свое вероучение, то человек также может свободно и действовать в обществе, трудиться. Ну, как вот пример привести, это все равно, что вот эффективность, скажем, рабовладельского строя и строя, где люди свободные живут. Ну, рабы, они не могут столько сделать там для страны, для экономики, они делают только то, что им там хозяин приказал, да? И это очень низкая эффективность рабовладельского строя. А когда общество свободно, то оно и достигает больших успехов в своем развитии. То есть мотивации. Да, мотивации, совершенно верно. Вот, ну, возьмем, к примеру, те же Соединенные Штаты Америки. Ведь как образовалось это государство? Сегодня Америка, ну, а что об этом скрывать, это мощнейшая экономическая держава в мире. То есть самым большим бюджетом. И экономическая, и военная, и какая угодно. И экономическая, и военная, и политическая, и, ну, это же очевидный факт. Но давайте посмотрим, как она формировалась, как формировались Соединенные Штаты. Туда приезжали люди из Европы в поисках именно религиозной свободы, протестантов в основном, да? Потому что они испытывали протеснение в Западной Европе. Они вот после того, как был открыт североамериканский континент, они поехали туда в надежде построить страну, где они свободно смогут исповедовать ту религию, которую они выбирают, да? Где они смогут построить справедливое общество. Так они верили и, значит, на это надеялись. И вот это был фундамент Соединенных Штатов Америки. И там, в общем-то, протестанты его заложили. И посмотрите, к чему это привело, да? Какой великая стала эта страна. Единственное, что, конечно, к сожалению, так вот и в Библии бывает. Не раз, вот я читаю в Библии много таких историй, когда Бог благословлял свой народ, давал там, значит, возможность получать хорошие урожаи, там экономически развиваться, вот люди получали эти благословения, они о Боге забывали и обращались к идолам. Вот. То же самое, к сожалению, происходит сегодня и в Соединенных Штатах. Вот. Несмотря на то, что изначально эта страна была построена протестантами и имеет библейские основания, в общем-то, в своей истории, то, к сожалению... В основе религиозной свободы. Религиозной свободы, да. То, к сожалению, сегодня мы видим, во многом это общество в Америке, оно забыло свои основы, забыло свои принципы. И сегодня, к сожалению, там происходят обратные процессы. Люди там от Библии, от библейских принципов, от заповедей уходят совершенно в другую сторону. Свобода принимается как вседозволенность. Да, свобода принимается как вседозволенность. Да, да, совершенно верно. И я считаю, что если таким путем пойдут Соединенные Штаты Америки, это принесет для страны горе, беду, проклятие. Вот. И это будет плохо для этой страны. Ну, а если говорить о России, вот, то мы видим, к примеру, протестанты приехали в Россию, приглашение Екатерины Великой, это в конце 18-го столетия, она стала заселять протестантов, минонитов на юге России для того, чтобы освоить целинные земли юга России. И мы видим, какой сразу там экономический рост произошел. То есть минониты очень много сделали во времена Екатерины и даже в 19-м столетии для экономики нашей страны. То есть, в общем-то, и сейчас на юге России мы видим самое большое религиозное разнообразие. То есть больше всего. Потом, смотрите, протестанты были и первооткрывателями, там, значит, Крузенштерн, по-моему, тоже он был протестантом. Потом протестанты первый, Готфрид был литеранен, значит, в 17-м столетии первый театр, значит, в середине 17-го столетия создал первый театр в России, то есть внес в культуру. Ну, много было среди протестантов тех людей, которые, там, военачальников много было, вот, ученых, лекарей. Но не только протестанты, а возьмите, например, мусульман. Они тоже, в общем-то, мусульмане очень много сделали для нашей страны, и среди мусульман были очень довольно известные люди. А возьмите старообрядцев, например, тоже, как бы, известные промышленники были, старообрядцы в нашей стране. То есть практически, если вот мы так, католики, практически, если мы так пройдемся, то в каждой конфессии, в каждой религии есть выдающиеся люди, которые что-то сделали для нашей страны. И поэтому, вот, вы спросили, какая... Получается, что люди, которые наиболее, ну, даже вот в тех условиях, они вынуждены были более четко, что ли, осознавать свою принадлежность, свою, ну, свою веру, в том числе, более четко формулировать, наверное, даже для самих себя. Это люди более активные, более... Не, ну, я просто пытаюсь, понимаете, сказать, что вот на основании истории даже показать, что если страна наша будет, вот, Россия, оставаться многонациональной и многорелигиозной страной, или многоконфессиональной, так тоже можно сказать, вот, то это будет благо для нашей страны. Потому что история показывает, что представители разных конфессий, они свой вклад делали в развитие нашего общества, в общую копилку, да. И если будут уважаться права и свободы представителей всех культур и религий в нашей стране, то это будет только на благо нашего общества. Вот вы же задали это. Я даже думаю так, что, на самом деле, если права и свободы уважаться не будут, люди же от этого не будут, не перестанут быть лютеранами, мусульманами. Да, конечно, просто они не смогут что-то сделать для людей, для общества. То есть они просто будут в странной ситуации находиться. Нет, но они тогда не смогут сделать что-то для страны и для государства, потому что они будут лишены, значит, разных возможностей, да, своей, в том числе и трудовой деятельности. Я просто хотел сказать даже вот о моральном состоянии. То есть получается, что большое количество людей вынуждены будут каким-то образом скрывать свои убеждения. Ну, или уезжать из страны. Уезжать. Это же было уже, вот духоборно уезжали. Тогда, видимо, это было не столь критично. А сейчас, кажется, потеря даже небольшого количества людей для нашей страны... Конечно, конечно. Мы, наоборот, должны привлекать, наоборот, должны уважать религию и конфессию наших людей. И об этом говорит, кстати, президент нашей страны во всех выступлениях на эту тему, на тему государственных конфессиональных отношений. Он всегда подчеркивает, что у нас многонациональное и многоконфессиональное. Вот как раз хотелось бы перейти от истории, собственно, к сегодняшней ситуации. Как власти наши, но особенно высшие власти, относятся к религиозным свободам, к поликультурности, к поликонфессиональности и так далее в нашей стране? Ну да, здесь надо учесть такой момент. Я вот сейчас расскажу. Все-таки, опять же, исторический момент мы не можем не учесть. Я еще раз повторю, что всего лишь 30 лет с небольшим, может быть, даже и чуть меньше, мы имеем эту религиозную свободу в России. То есть сразу переформатировать мышление людей, живущих в нашем обществе, на религиозную свободу, ну, это невозможно. Это же должно же вырастать из чего-то, да? Ну, то есть, да, если я родился православным, то я православным и умру. Ну, и даже я вот так хочу сказать, что вот мои там, скажем, родители, даже я сам воспитывались советским мышлением, что должна быть одна партия, да? А все, партия, ум, честь и совесть нашей эпохи. Помните, писали тогда на этих лозунгах, я сам их видел в детстве, на всех домах было написано. То есть должна быть только одна идеология, одна партия, и за 30 лет очень трудно изменить мышление. Поэтому здесь такая ситуация, что касается отношения к свободе совести, к институции, закон о свободе совести. Они однозначно говорят о равенстве всех религий и конфессий перед законом, перед государством, о равных правах. Другие тоже документы, нормативные правовые акты говорят об этом. И президент придерживается, он гарант к институции, он придерживается этого правила. Поэтому на федеральном уровне, на уровне высшего руководства в нашей стране, я лично это вижу, очень большое уважение к представителям различных конфессий, внимание президент со всеми встречается, я имею возможность к нему иногда редко, но подойти во время каких-то мероприятий, передать приветствие от своей конфессии, он всегда очень уважительно относится к представителям самых разных конфессий. И это в ответ вызывает уважение и у меня к этому человеку, как к руководителю нашей страны. То же самое уважительное отношение к его администрации, естественно, администрации президента. И в общественной палате есть представители разных конфессий. Я являюсь членом общественной палаты, будучи христианином, адвентистом. То есть на федеральном уровне в Государственную Думу нас приглашает, там комитет, правительственная комиссия. На государственном уровне здесь очень уважительное и нормальное отношение складывается к представителям различных конфессий. А вот на региональном уровне возникают трудности и проблемы, которые, я считаю, связаны, во-первых, с тем, что в целом наша страна испытывает еще последствия такого трудного для нас 20-го столетия в нашей истории. У нас не все так благополучно и в социальной сфере, и в экономике не все так благополучно. Но, естественно, не все так благополучно и в государственных комиссиональных отношениях, потому что на региональном уровне очень часто срабатывает вот именно такой менталитет у чиновников в регионах, особенно там, чем меньше вот муниципальный уровень городов. Что у нас должна быть одна вера, как вот раньше была одна партия, а что все остальные, они как-то вот вроде мешают нашему обществу. Особенно, что касается там, скажем, западных течений, там католицизма, протестантизма. Мы их рассматриваем как неких таких условно агентов там запада. Ну, такое мышление и есть. И, соответственно, применение законов, оно уже как бы искажается. То есть, те люди, которые так мыслят, они уже начинают неправильно применять наши законы по отношению к определенным группам верующих. Вот, и отсюда возникают проблемы. Проблемы, которые, конечно, необходимо решать. Вот. Ну, это вот тот вопрос, который... Ну, да. Ну, чиновника на низшем уровне, в принципе, можно понять. То есть, на его территории никого не было. Ну, вернее, как никого не было. Были представители там одной, двух, ну, или там трех конфессий. Они как-то между собой уживаются, они как бы никому не мешают, как-то взаимодействуют, наверное, с властями, а тут вдруг появляются какие-то свободы. Ну, и, соответственно, представители других конфессий, представители других вероисповеданий, и они чего-то к себе требуют. Они чего-то хотят. Да. Они хотят что-то делать. Они же не просто так, ну, не просто так появились. Они как-то воспринимают какую-то свою миссию, что они должны сделать. Это неудобно. Ну, наверное, есть такое мышление, Валерий, как вы говорите, у чиновников. Но, конечно, я никак с этим мышлением не могу согласиться. Потому что наша страна, она будет великой только тогда, когда в ней будет уделяться внимание каждому гражданину или каждому человеку, который законно проживает на территории нашей страны. вне зависимости от количества, да? Вот у нас как-то все в нашей стране на количество ориентировано, на какую-то гигантоманию. Там, царь-пушка, царь-колокол, да? И какие-то мы, там, самая большая башня. Но есть и другой момент. Это, в общем-то, шутка такая расхожая, что самая большая пушка, царь-пушка ни разу не стрелял. Ну да, ни разу не стрелял. Кокол ни разу не звонил. Не звонил, да. Но у нас все равно такое мышление. И тоже это в религиозной сфере. То есть, вот самая большая церковь, историческая, вот самая большая. Вот все туда. А те, которые там... Чем меньше людей исповедуют ту или иную конфессию, тем меньше им уделяется внимания. Но это неправильное мышление. Неправильное. То есть, у нас, ну, естественно, пропорционально, но понятно, что всегда в нашей стране будет самая большая помощь, оказывается, государством самой большой конфессии. Это очевидно. Тут как бы не поспоришь. Но, тем не менее, при этом мы не должны забывать и представителей тех религий и тех конфессий, которых в нашей стране подавляющее меньшинство, так мы скажем. Которых не так много. Потому что они тоже являются гражданами нашей страны и тоже могут сделать немало полезного для нашего общества. Мне вот пришла на память фраза, которую не так давно, по-моему, президент говорил. Стратегия малых дел. Вот, да. Совершенно. То есть, говорится о вовлеченности людей вообще и в политику, и вообще говоря, ну, даже, наверное, не столько в политику, сколько, ну, в принятии решений на своем каком-то низовом уровне. То есть на уровне района там. Совершенно верно. И я еще вспоминаю тоже, вот часто и президент призывает, и по телевизору другие политические, религиозные деятели призывают к патриотизму. Ну, вот, по-моему, да. Да и, собственно, наверное, и эта точка зрения президента, он тоже об этом говорил. В чем патриотизм проявляется? Не только в том, чтобы, и даже, и не в том, чтобы говорить о том, что у нас самая лучшая, самая великая страна, все остальные там на втором, на третьем месте, а вот мы такие, вот великие. Не в этом патриотизм-то проявляется. А патриотизм, вот президент, я сам слышал в одной из его выступлений, говорил о том, что патриотизм проявляется, прежде всего, в служении конкретному, отдельно взятому человеку, живущему в нашем обществе, понимаете, конкретному, отдельно взятому человеку. Вот в чем патриотизм. И поэтому те чиновники, которые допускают нарушение прав верующих, принадлежащих каким-то, может быть, небольшим религиозным сообществам или группам, конфессиям, отличающимся от большинства верующих людей, они как раз-таки не являются патриотами нашей страны. Вот в этом контексте. Несмотря на то, что они, может быть, бьют себя в грудь и говорят, что мы патриоты. Наоборот, какие они патриоты, если они нарушают права конкретных людей и ущемляют эти права, и заставляют их страдать. То есть вот в чем должен быть патриотизм. В том числе и в соблюдении религиозной свободы, в решении проблем всех верующих, вне зависимости от их количества. Ну, естественно, пропорционально. Тут понятно, что... Ну, важный же еще момент, что, да, в общем, независимо от конкретного вероисповедания, любая религиозная группа, она все-таки нацелена в первую очередь на благотворительность конкретным, ну, каким-то конкретным группам людей, там, где... ну, то есть на месте, там, где они находятся. В этом плане, наверное, как раз ценно будет развивать, ну, или помогать сотрудничать с любой, ну, законно осуществляющей свою деятельность религиозной группой в нашей стране. Потому что это просто... Ну, понятно, да, конечно, любая конфессия, она априори социально направленная. Вот. Ну, любая имеется в виду из тех, которые у нас вот официально зарегистрированы, Министерство юстиции, да, потому что есть, конечно, люди, которые исповедуют такую религию, которая идет во вред обществе. Ну, например, вот экстремисты, да, вот там учения, там, вахабисты, например, да, там, в исламе, вот есть направление, они антисоциальные, потому что они направлены на террор, да, там, на экстремизм, но они и не зарегистрированы в нашей стране. То есть они являются запрещенными, там, скажем, как вот ИГИЛ, например, запрещенная группировка на территории России, запрещенная организация на территории России. С ними, наоборот, борются определенные правоохранительные органы. А те, которые официально зарегистрированы в Министерстве юстиции, то есть признаны государством, они все социально направлены. Это прежде всего православные, мусульмане, буддисты, иудеи, католики, протестанты. Все что-то стараются сделать по силам, конечно, для того, чтобы помочь ближним, помочь нашей стране. И, конечно же, я считаю, что это будет только во благо государства, если оно будет к социальному служению привлекать верующих. Давать им возможность совершать это социальное служение всем этим группам верующих, которые я перечислил. Привлекать каждую официально зарегистрированную конфессию, религию в нашей стране к тому, чтобы служить людям, оказывать им помощь. Потому что религия, вера являются очень серьезным таким социальным мотивом, в положительном смысле этого слова. Ну, в общем, приятно осознавать, что на самых высших эшелонах российской власти есть определенная стратегия, определенное понимание ценности религиозной свободы, ценности каждой конфессии в нашей стране. Я бы только сказал, что это само по себе не происходит. Нужно продолжать верующим молиться за президента нашей страны, за правительство, чтобы вот это понимание сохранялось. Если не молиться, кто его знает, может измениться к худшему. Ну, это, в общем-то, мне кажется, должно быть естественным действием любого верующего человека. Обращение к Богу. Ну, потому что без этого, наверное, ничего хорошего в нашем мире не происходит. Да. Спасибо, Олег Юрьевич, за содержательную беседу. Надеемся на новую встречу с вами. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. И надеемся, что наша страна будет возрождаться и расти в уважении каждому члену нашего общества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова